Привет, что вы у вас. Первое, что мне бы хотелось у вас уточнить, это то, в чем неправа, по вашему мнению, была сестра Муса. Второе. Если вы наговорили друг другу гадости и вы переживаете, не знаете, как быть дальше, то, соответственно, имеет смысл извиниться, по крайней мере, за те гадости, которые наговорили вы. В любом случае, чтобы там не было, вы были неправы, когда начали говорить гадости и сестре Муса. Если она говорила вам гадости, то это ее дело. Но если вы говорили гадости, то вы, по сути, ничем не отличаетесь от нее. И если вы профессионируете себя как оппонента и сестре Муса, то, соответственно, нужно, да, от нее отличаться. И именно стремление отличаться от нее диктует вам действия по извинению за то, что вы ей наговорили. Дальше. Вы пишите о том, что вы не знаете, как быть дальше. Как быть дальше с чем? Как быть дальше с кем? Почему вы вообще начали вступать в конфликт с сестрой Муса? Из-за чего он произошел? Быть может, стоит действительно от нее как-то отдалиться, дистанциироваться и так далее. То есть не совсем это понятно. Но в любом случае, если говорить о том, как быть дальше, то нужно исходить из того, чего родите вы. То есть каково ваше желание? Чего бы вы хотели? Как вам видится вся эта ситуация? И почему она видится вам именно так? Вот исходя из этого, и нужно думать, как быть дальше. Понимаете, мы не можем подсказать вам ответ на такой вопрос, если мы не знаем сути конфликта. Мы не можем подсказать вам ответ на этот вопрос, если мы не знаем, чего хотите вы. Но однозначно стоит сказать, что если вы будете с ней конфликтовать, то, во-первых, вы ничего не докажете ей, в том числе и ее правоту. А во-вторых, вы будете такой же, как она. И если вы этого не хотите, то стоит менять свое поведение и строить его на основах, ну, отличающихся хотя бы от того, что делает ваша сестра. То есть видит себя совершенно иначе. И понимаете, как? Говорите о том, что сестра не права, а можно только в вашем контексте. Но ведь для себя она права, ведь права. И это вам нужно принять. Вот это потому, что она тоже взрослый человек, со своей позицией, со своими взглядами и со своими, наверное, какими-то ценностями. И если вы не примете ее, даже если с ней не согласны, то вряд ли можно рассчитывать на то, что она примет вас. И вряд ли можно рассчитывать на то, что ваши отношения с ней наладятся хотя бы немного. Интересно узнать также, какое место, какую роль во всем этом занимает ваш муж. И что именно вы стараетесь поделить со своей заловкой, что именно вы пытаетесь добиться, когда уступаете с ней конфликт. Ничего этого не понятно из вашего сообщения, но первоначально, первоначальные действия я вам в принципе подсказал. При этом извиняться нужно не для того, чтобы от нее получить извинение. Вы для себя извиняйтесь, вы подумаете, что вы хотите. Вы подумаете, как вы себя видите, как вы себя выставляете в том, что произошло. И если вы сами для себя ощутите потребность в том, чтобы измениться, то дайте это понять как раз таки сестре мужа, но при этом не ожидайте от нее каких-то ответных действий. Потому что если вы будете делать что-то для нее, то вам получится, что вы зависите от ее реакции, от ее цвета. А это не даст вам ничего хорошего, ничего позитивного. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку по ногу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok